Привет, друзья! Вы на канале Кулинарием с Викторией. Сегодня готовим молочные коржики. Вкус детства! Быстрая и вкусная выпечка к чаю, без возни и миксера. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и интересных рецептов. Для приготовления нам понадобятся самые простые продукты. Это сливочное масло, яйцо, молоко, экстракт ванили, мука, сахар, щепотка соли и разрыхлитель. Полное количество всех ингредиентов я вам оставлю в описании под видео. 90 грамм размягченного сливочного масла смешиваем со 130 граммами сахара. Добавляем щепотку соли и все тщательно перетираем силиконовой лопаткой, либо обычной вилкой. Добавляем одно яйцо. Перемешиваем еще раз и добавляем 80 миллилитров еле теплого молока. Если вы достали молоко сразу из холодильника, то поставьте его на 10 секунд в микроволновую печь. Добавляю экстракт ванили и все еще раз перемешиваю. Экстракт ванили можно заменить ванильным сахаром. Подготавливаем муку. В 300 грамм муки добавляю полторы чайные ложки разрыхлителя. Перемешиваю и начинаю просеивать в ранее замешанную массу. Сначала я просеиваю 300 грамм муки, перемешиваю и смотрю на консистенцию. Если нужно, добавляю еще 50-70 грамм муки. Не спешите добавлять сразу всю муку. В общей сложности мне понадобилось 370 грамм муки. Затем немного смачиваю руки для удобства растительным маслом, припыляю рабочую поверхность мукой и вымешиваю тесто руками. Тесто должно получиться гладкое и однородное и не липнущее к рукам. Посмотрите. Готовое тесто раскатываю в пласт толщиной примерно 0,6-0,7 миллиметров, не слишком тонко. Кстати, если тесто у вас сильно прилипает, то уберите его в целлофановый пакет в холодильник минут на 30. Затем вам будет с ним легче работать. С помощью вырубки вырезаю заготовки теста. У меня нет специальной вырубки для кожи, поэтому я использую кондитерское кольцо диаметром 8 сантиметров. Это можно сделать с помощью любого стакана либо кружки. Остатки теста также собираем, раскатываем и вырезаем заготовки теста. Перекладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой, либо на силиконовый коврик. У меня получилось ровно на 27 штук. Для смазки смешиваем одно яйцо с одной столовой ложкой молока и промазываем коржики сверху силиконовой кисточкой. Делаем произвольные узоры вилкой и отправляем запекаться коржики в духовку, разогретую до 200 градусов на 10-13 минут. Ориентируйтесь на особенности вашей духовки. Запекаем коржики до золотистой корочки. Молочные коржики готовы. Получаются они очень мягкие, нежные, вкусные, как в детстве. Всем желаю приятного чаепития. Пишите мне ваши комментарии, не забудьте поставить лайк. Желаю вам всего самого доброго и до новых встреч! С вами была Виктория!